Леша, с победой! Вчера ты пригласил болельщиков на этот матч, а сегодня оформил дубль. Может быть, теперь всегда будем приглашать болельщиков? Ну, конечно, мы всегда их ждем и всегда рады этим голосам, их кричалкам. Я думаю, можно каждый матч приглашать их. Если говорить непосредственно об игре, что сегодня получилось лучше всего, а что, наоборот, не получилось? Ну, думаю, лучше всего это безоговорочно, можно сказать, то, что получился прессинг, высокий наш прессинг, который отрабатывали два сбора практически. Не получилось, может, в первом тайме именно этот прессинг, но во втором тренер сказал, что прессингуем, защитники их ловят панику и могут потерять мяч. И мы собрались, стали играть в высокий прессинг и все получалось. Насколько потери Рубцова и Андрюхина по ходу первого тайма как-то сказалось психологически на команде? Ты как капитан, расскажи об этом. Ну, конечно, потери большие. Основные игроки стартового состава и парни, которые вышли на их место, думаю, ни в чем не сбавили. Только прибавили в игре и за это им большое спасибо. Не ёкнуло в конце, когда 3-2 и опять качели? Извечная проблема нашей команды, мне кажется. Ну, может, чуть-чуть ёкнуло, так сказать. Не очень сильно испугались, но все равно стали играть уже ниже. Подсели чуть-чуть от обороны, начали туда его носить, чтобы не привести в обороне и так закончили матч. Какой из двух сегодняшних твоих мячей тебе самому понравился больше? Думаю, первый гол – это ошибка воротаря, можно сказать. Второй, думаю, принял и, как в свои времена Ронал Диньо делал, из-под защитника в угол ударил и забил. Погода как-то сегодня сильно сказалась на игре, на том, что мы просто бегали лучше «Спартака» даже? Если честно, не очень сказалось. Как-то забывается в таком матче, при том дерби, и все забылось, погода, ничего не помешало выиграть «Спартак». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова